В стоматологии, да как в принципе и в жизни, всегда работает основной принцип диалектики. Это переход количества в качество. У вас есть маленький зуб и маленькая проблема с гигиеной. Вы ее не решаете. Проблема с гигиеной превращается в проблему с кариесом. Ну, черный кариес и черный кариес. Он был у меня вчера, будет завтра и не приносит никаких мне проблем. Потом кариес переходит в воспаление нерва. Тут уже появляются боли. Ну, слава богу, у нас сейчас активная аптечная сеть позволяет решить эти проблемы. Хорошо, хоть антибиотики из общего доступа убрали, но сильное обезболивающее доступное. Ну и плюс при необходимости даже антибиотики можно найти. Благодаря им мы пережидаем и получаем, накапливая количественные показатели, переходим в новое качество. Новым качеством является периодонтит. Это ситуация, когда воспалительный процесс перешел уже непосредственно за верхушку корня зуба. Это часто такой водораздел, где не всегда понятно, есть ли возможность спасти этот зуб или нет. Опять же, если мы решаем еще подождать, а терпение у нас хоть навалом, да, периодонтит, а именно воспаление за верхушкой корня, переходит в абсцесс. То есть сначала переостит, а потом абсцесс, когда раздувает, появляются большие отеки, температура. Ну и в этом случае есть ряд пациентов, которые очень терпеливые. Я не беру ситуации, когда не было возможности решить вопрос о стоматологии. Люди доходят до флегмон. И флегмоны – это состояние, которое очень опасно именно уже для здоровья. Еще раз, проблема с гигиеной, кариес, проблема с нервом, проблема за пределы корня, проблемы с костной тканью и проблемы, которые уже угрожают жизни человека. Если в первом случае вам нужна будет просто щетка, во втором случае вам нужен просто доктор, который поставит за полчаса вам пломбочку, в проблемах с нервами и корнями уже потребуется лечение, а часто изготовление коронки, то в случаях, если инфекция имеет уже разлитой характер, вам уже потребуется стационар, серьезное хирургическое вмешательство, не всегда с богоприятным исходом. Чем раньше вы все решите, тем проще и легче это будет для вас. И это я все вам рассказал на примере одного зуба. А так как у вас их много, они все могут быть в разном состоянии, на разном этапе. И когда такой один зуб, пациенты часто могут развлекаться. Мы такие зубы называем зуб-хобби, когда лечение его может занимать даже не один месяц. Но когда таких зубов много, тогда уже, к сожалению, приходится принимать радикальные решения, их удалять и ставить имплантаты. Это же дорого очень. Нет. Дорого? Нет. Нет. Да это очень дорого. Так, уведите, пожалуйста, мальчика из студии. Дорого. Дорого. Дорого.